Коллеги, я хочу коротко рассказать про проект, который в своей презентации достаточно подробно рассказывал Дмитрий Викторович, но я расскажу какие-то еще подробности. Мы наблюдаем следующую картину. У нас со временем начинает ухудшаться качество клиентов, пока нет с точки зрения охвата точно по регионам. То есть топовые дети приходят на физтех, в основном все больше из крупных городов, в основном это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и несколько еще регионов. Это проблема, потому что мы же знаем, что таланты распределены равномерно, и это связано с тем, что там есть ситуация, что нет хороших преподавателей, в том числе физики, ключевые предметы для нас. И вторая проблема, которую я думаю, что вы все чувствуете, когда ребята приходят в бакалерату магистратуру, в основном магистратуру из других университетов, у них нет физтеховского бэкграунда часто, и у них с ними немножко сложнее стартовать на мущество. Они яркие, горят, но какие-то базовые вещи, они не в том же время знают, что наши студенты. И анализируя эти две истории, мы решили, что было бы правильно тех ребят, которые, как сказал Дмитрий Трюкевич уже, не попадают на физтех, ориентировать на ведущие региональные вузы. И таким образом мы стартовали сетевые программы с несколькими университетами. Примерно от 10 до 20% учебного плана, то есть секции, семинары, лабораторные практики, лабораторный практикум читаются с преподавателями МФТИ. По разным дисциплинам каждый вуз смотрит, как ему лучше настроить программу. Мы совместно эту программу согласовываем. И мы таким образом совместно делаем приемную кампанию, помогаем переправить потопы клиентов именно в региональные вузы ведущие. И, соответственно, совместно учим этих ребят. Вот мы запустились 1 сентября, на мой взгляд, достаточно успешно. Ребята получают диплом того университета, в котором они учатся, не физтеха. Но мы рассматриваем формат, что ребята смогут прийти в совместную магистратуру и уже здесь получить дипломы МФТИ и те топовые ребята, которые окончат этот бакалавриат сетевой. Значит, вот эти университеты, с которыми мы стартовали. Соответственно, они технические. С кем-то из них, кроме взаимодействия по набору на первый курс, у нас возникло взаимодействие и на более старших курсах бакалавриата. С кем-то мы стартовали, допустим, с программирования, но сейчас активно обсуждаем уже программу по физике на следующий год делать. В частности, хотелось рассказать про опыт Персского государственного национального сельского университета. Мы здесь как бы с ними совместно уже произошли некоторые грантовые истории, то есть начали дружить не только по образованию, но и по науке. В этом смысле в разных университетах это разные программы. В Владивостоке это в основном математика, в Мумовске это математика программирования. В Перми это математика, программирование и физика. Мы сейчас работаем с партнерами в Перми, чтобы были базовые кафедры, потому что понятно, что талантливые дети, они так или иначе закончили бакалавриат. Если у них не будет какой-то интересной, хорошей работы в регионе, они все равно едут в Москву. Поэтому мы, конечно, пытаемся делать модель, похожую на модель физтеха, но в каждом конкретном регионе, чтобы не все дети по окончании программы ехали к нам, а только ведущие, топовые, а большей частью могли найти хорошую и достойную работу себе в регионе. И в Рязанском и в Уфимском университетах там тоже идет специализированная программа, в Уфимском там по авиационным двигателям, в Рязанском по электронике. Везде примерно плюс 20 баллов по сумме баллов ребята получили. То есть, условно говоря, если в Рязанском и в Уфимском университете аналогичную программу, ребята поступающие, они имеют сумму баллов примерно 230. То те, которые поступают на нашу программу, имеют сумму баллов 250, то есть плюс 20, средний балл. Причем это произошло за счет тех ребят, которые там, условно говоря, сумма баллов 280, несколько человек, они 270 баллов, пришли, которые обычно не приходили в эти университеты. Один ребенок даже из Московского университета вот в итоге перевелся в первый обратный, чтобы учиться на нашей программе. Ну, одного из московских университетов. В этом смысле, как кажется, она достаточно успешная, и мы переходим ко второму этапу. Мы хотим, чтобы вот эти дети талантливые, которые остались в регионе благодаря этим программам, они так иначе начали вести кружки в школе. Кто-то по модели ЗФДШ, кто-то по своим каким-то подходам. Чтобы количество талантливых ребят, которые у нас есть, оно не уменьшалось в регионах. Потому что, к сожалению, сильных педагогов мало, педвузы не выпускают достаточного уровня педагогов, пока не по физике. И для того, чтобы вот наши таланты, которые потенциально могут учиться на физике, проявлялись, нам нужно как бы здесь влиять на региональную повестку. Таким образом, мы вот, собственно, готовим потенциальных педагогов через кружки, потенциальных будущих обитрированных для физики. И эти ребята, когда они закончат покоряться, кто-то из них придет нам в магистратуру. Я думаю, что вам с ними будет интересно работать, потому что у них будет, ну, то есть кафедра высшей математики, кафедра общей физики, будет читать, соответственно, базовые вещи, и эти ребята будут в следующем разы подготовлены. Мы предварительно в хорошей степени готовности находимся вот с этим полом университета. Это, так сказать, мы готовы уже подписывать бумаги, где-то вот это сделаем в ближайшее время. Соответственно, мы сейчас из готовности. У нас еще как бы следующие списки, с которыми мы начали говорить, не сказали, что им интересно, я его не буду показывать уже. Мы выберем 6-5 университетов, с которыми мы подпишемся в этом году, чтобы стартовать аналогичные программы. Всего мы хотели бы охватить 25 регионов, примерно по 5 регионов каждый год, соответственно, для того, чтобы вот таким образом топовых детей готовить для нашей магистратуры, да, и там, интерспературы, не только внутри физтеха, но и в региональных университетах, потому что не у каждого ребенка есть и финансовая, и какая-нибудь, может, по смене, соответственно, возможность приехать в Москву, чтобы учиться. Коллеги, спасибо большое за внимание. Если у вас какие-то будут идеи, я готов вот как проект включаться, потому что, возможно, для каждого из предприятий, которое возглавляет, есть региональные музеи партнеров, с которым было бы интересно выстроить эту, это взаимодействие с тем, чтобы, собственно, ну, потом ребята там, которые родом из региона, вернулись потом обратно, или получились там и остались, потому что, ну, тех ребят, которые после школы едут в Москву, они, конечно, в регион уже маловероятно вернутся. Как правило, они не возвращаются. Спасибо большое за внимание. Спасибо.